Сегодня у нас с вами последнее занятие, это последняя встреча, я бы даже сказал, и в этой встрече мы, конечно, должны закончить читать, и я думаю, мы успеем это сделать, и даже что-то обсудить, я думаю, мы тоже успеем это сделать. Но сначала я хотел бы спросить, у вас вопросов, потому что мы проходили в прошлый раз, что мы начали в прошлый раз. Да, у меня есть вопрос, скажите, пожалуйста, вы говорили, да, ответить на серьезный вопрос, можно, прочитав все труды Платона. Ответить на вопрос, что такое философия, это равняется тому, ответить на вопрос, как достичь истинного бессмертия. Как принять тот факт, что истинное бессмертие недостижимо, не обманув себя? Как остаться трезвым перед лицом невероятного ужаса? Еще какие-нибудь окружения? Ну, хорошо. Что ж, мы не начнем там, где мы становились. Мы начнем чуть-чуть раньше, буквально на сточку раньше, чтобы у нас была возможность увидеть нечто удивительное, что достойно внимания. Поверьте, никто из вас не знает его, но я, раз уж начал, покажу вам, каков он. Вот этот вопрос, каков он, не напоминает ли он нам о философском вопросе? Что такое Эрос? Что такое Сократ? Сократ говорит, что он пьян, поэтому он может быть честным. Сократ говорит, что вино делает честным. Но мы-то знаем, что не вино делает честным, а опьянение делает честным. В связи с чем у нас появляется новая заметка. Сократ никогда не пьянет. Он может пить сколько угодно и не пьянеть. Мы этого не сделаем, но вы можете сделать этого самостоятельно. Помните, когда Сократ начинает свое исследование Эроса, свой пересказ разговора с дядей Мэй? Он говорит Агафону, ты начал практически правильно, но вообще мы должны задать к Эросу не два вопроса, каков он и каковы его дела, а что он такое, каков он, каковы его свойства и каковы его дела. И Сократ разбирает это все в определенном порядке, который мы уже видели. Но если мы прочтем речь Алкивиада, который не слышал Сократа, но подучен Сократом, у нас появляется удивление. А Алкивиад делает то же самое. Что такое Сократ? С этого он начинает. И он говорит, я прибегну к поэтическому сравнению, не ради шутки, а ради истины. Сократ это сатир или сен. Затем каковы дела Сократа? И Алкивиад рассказывает, как речи Сократа убивают его повседневную жизнь. Как он чувствует, что жизнь его ничего не стоит, когда слышит речи Сократа. Как он обливает слезами. И, наконец, остается только один вопрос. Каковы свойства Сократа? И все, что начнется дальше, это перечисление свойств Сократа. Мы помним, что Агафон говорил, что свойств у Эроса 5 внешних и 4 внутренних. Иногда хочется сказать для красоты 4 внешних и 4 внутренних, но мы решили, что 5, пусть будет 5. Естественно, Алкивиада не интересует внешние свойства Сократа, только внутренние. Внутренние свойства Эроса по Агафону – это 4 добротителя. Умеренность, справедливость, мужество, мудрость. Каковы же будут внутренние свойства Сократа по Алкивиаду? Мы должны будем посмотреть. И главное, мы должны будем увидеть, не подменяет ли Алкивиад в своей честности какие бы то ни было свойства Сократа. И если при этом он их поменяет и он честен, не показывает ли это границы его познания Сократа? «Никто не знает Сократа лучше меня», – говорит Алкивиад. Но если Алкивиад промахивается со свойствами Сократа, то он тоже не знает Сократа. Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими, и в то же время ничего же ему не известно, и ни в чем он не смыслит. Да, и вы видите, Сократ не прерывает его. Разве это не ложь? Ответьте мне. Но он не должен, он может его прерывать. Но Сократ это не должен. Это понятно. Но разве это ложь? Только что, с самого начала, всем окружающим, и затем в начале своей речи, всем окружающим Сократ повторяет одно и то же притязание. «Я не смысл ни в чем, кроме как в эротике». Алкивиад говорит, «Я пьян, поэтому я говорю правду». Сократ говорит, что он ничего, ни в чем не смыслит. И Сократ не прерывает его. Алкивиад пьян, поэтому он говорит правду. Сократ обещает, что он не будет прервать его, если тот будет говорить правду. Сократ всегда трезв. Так что же это получается? Утверждение Сократа, что ни в чем не смыслит, кроме эротики, ложь? Хорошо. Не похож ли он этим на Селена? Похож еще как. Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на полое извояние Селена. А если его раскрыть, сколько рассудительности, дорогие страпезники, найдете ли у него внутри? Ну, конечно, не рассудительности, а умеренности. Итак, первое свойство Сократа – умеренность. Первое – добродетель Сократа, добродетель в кавычках. Все, как у эрота, у эроса, прошу прощения. И все, как классической четверки. Они ведь двигаются снизу вверх. Умеренность, справедливость, мужество, интеллект. Ну, мужество, мудрость, если хотите. И алкевиат начинается с умеренности, как и подобает. Да будет вам известно, что ему совершенно не важно, красив человек или нет. Вы даже не представляете себе, до какой степени это безразличие ему. Богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом, которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит. Считает, что и мы сами – ничто. Но он этого не говорит. Нет, он всю жизнь морочит людей, притворен самоуничижением. Глядитесь на 214-д. Все это прекрасно, отвечал алкевиат. Пьяному не по силам тягаться в красноречии и с трезвым. А кроме того, дорогой мой, неужели ты поверил всему, что Сократ сейчас говорил? Разве ты не знаешь, что бы он тут ни говорил, все обстоит как раз наоборот. Сократ всегда лжет. И алкевиат приводит нам примеры. Вы видите, что Сократ любит красивых и всегда надо ведь побыть с ними и восхищается ими. Так вот, да будет вам известно, ему совершенно не важно, красив человек или нет. Сократ лжец. И Сократ не призывает алкевиаты. Вы не представляете себе до какой степени это безразлично ему? Мы понимаем, почему это ему безразлично, потому что он прошел через ступени лестницы диатина, и у него нет никаких проблем с тем, чтобы не любить ни одно красивое тело и не любить ни одну красивую душу. Богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом, которое превозносит толпа? Все эти ценности он во что ни ставит, считая, что ему сами ничто. Но он этого не говорит. Нет, он всю жизнь морочит людей притворным самому не чужим. Итак, Сократ похож на Аполлодора и Аристодема. Он презирает всех людей. Мы думаем, включая себя или не включая себя. В любом случае это не важно. Он презирает всех, но в отличие от Аполлодора, он не говорит об этом. Напротив, он делает вид, что никого не презирает, что он всех уважает. Сократ презирает и отрицает важность всего и учит этому других. При этом сам Сократ, естественно, все скрывает, в то время как несчастная Аполлодор, подученный Сократом, ничего не скрывает, поэтому открыто ненавидит себя и всех остальных. Итак, умеренность Сократа. Заметьте, умеренность это как раз то, что противостоит Гюбрису и Мании. Но с точки зрения Алкивиада, Алкивиад уже обвинил Сократа в Гюбрисе. Он не обвинил его в Мании. Сократ не безумен, потому что презирая и ненавидя всех, он не говорит это на публику. В то время как Аполлодор, подученный Сократом, презирая и ненавидя всех, включая себя, никогда не сняется об этом говорить. Да. Но здесь он, как и раньше, говорит, в притворном случае. Именно поэтому я сказал, когда говорил только что про Аполлодора всех остальных и себя, а про Сократа сказал всех остальных. Да. Быть может, это еще одна причина, по которой Сократ не страдает манией. Зная ничтожность всех окружающих, он все-таки думает, что он немного выше. Мы можем найти доказательства этому в Аполлодии, если только поверим, что в своей защитительной речи Сократ ненамеренно провоцирует Афинян убить его. Моя точка зрения, что это происходит намеренно, поэтому защитительная речь выглядит такой невероятно наглой и дикой, как она выглядит. Алкивиат не просто говорит, что Сократ умерен. Он приводит нам аргумент в пользу умеренности Сократа. И Сократ снова молчит. Не знаю, доводилось ли кому-либо видеть таящиеся в нем извояния, когда он раскрывался к настоящему, а мне как-то раз довелось. И они показались мне такими божественными, золотыми, прекрасными и удивительными, что я решил сделать в скорости все, чего Сократ не потребует. Вы не видели того, что видел я. Но Алкивиат говорит интересную вещь. Они показались мне такими золотыми, прекрасными, удивительными и божественными. Мы возвращаемся назад и вспоминаем, что он говорил по поводу Марса и его напевов. 215 С. Так вот, то ли напевы Марса, играет ли хорошо флейтист, или плохая флейтистка, одинаково увлекают слушателей. И благодаря тому, что они сами божественны, обнаруживают тех, кто испытывает потребность в богах и таинствах. Соответственно, Алкивиат говорит, я испытывал потребность в богах и таинствах, и мне открылось божественное. Мы сомневаемся. Он ведь рассказывает нам о том, откуда у него появился план соблазнить Сократа. Но он начинает рассказ появления этого плана с утверждения, что Сократ открылся ему раньше, чем он захотел с ним переспать. В смысле, все было ровно наоборот. Сократ открылся ему, и тогда Алкивиат решил, что надо отдаться, чтобы получить все, что он увидел. Когда Сократ успел открыться ему? И у нас есть всего три варианта ответа. Протагор, Алкивиат первый и Алкивиат второй. Если Алкивиат видит в этом невероятную ценность и ближе, чем Алкивиат, на Перу нет ученика или последователя, нам кажется, стоит ознакомиться с Протагором, Алкивиатом первым и Алкивиатом вторым, чтобы понять, когда Сократ успел показать ему эти невероятные вещи и что именно он показал. Полагая, что он зарится на цветущую мою красоту, я счел ее счастливым даром и великой своей удачей, ведь благодаря ей я мог бы, уступив Сократу, услыхать от него все, что он знает. А разве он только что не сказал, что Сократ ничего не знает? Но вернемся назад. Видите еще раз учение? Вы видите, что Сократ любит красивых, когда норовит побыть с ними, восхищается ими? Да будет вам известно. Да будет вам известно, что ему совершенно не важно, Россий в человек или нет. Итак, Сократ ложно восхищается, на самом деле ему ничего не имеет значения, но это приложение, Сократ ложно восхищается, это утверждение имеет вторую половину, Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими. И в то же время ничего же ему не известно и ни в чем он не смыслит. Да, ничего ему не известно и ни в чем он не смыслит. А у Кевиат не раскрывает вторую часть этой лжи, он раскрывает только первую. Сократ говорит, что он любит красивых, на самом деле не любит. Но в утверждении Сократ говорит, что он любит красивых, через запятую следует. Сократ говорит, что он ничего не знает. Из чего мы должны сделать вывод, что Алкивиад думает, что Сократ что-то знает, хотя говорит всем, что ничего не знает. И мы снова возвращаемся назад, ведь мы с этого начали. А Сократ говорит, я эксперт в эротических делах. Сократ говорит всем, что он ничего не знает, а на самом деле знает. Или Сократ говорит некоторым, что знает, а на самом деле не знает. В смысле, ведь Алкивиад до этого сказал, все, что он вам сказал, это ложь. Не ввести ни единому его слову. Значит, утверждение Сократа о том, что он смыслит в эротике, это тоже ложь. Ровно точно так же, как утверждение о том, что он вообще ни в чем не смыслит. Алкевиат вместо ясности привносит только дополнительную запутанность. Но ему можно, он пьян. А нам-то как быть? Итак, Алкевиат знает, что Сократ на самом деле что-то знает. Но подождите, подождите. Эта ситуация, формирование плана Алкевиата по самовознению Сократа, происходит тогда, когда Алкевиат думает, что он гоняется за сладкими мальчиками. Но Сократ не гоняется за сладкими мальчиками. Если Алкевиат верит в первую половину лжи, что Сократ гоняется за сладкими мальчиками, почему он не верит во вторую половину лжи, что Сократ ничего не знает? Он не верит во вторую половину лжи, потому что Сократ ему уже открылся. Но он все еще верит в первую, потому что он и есть сладкий мальчик, у него нет другого выхода. Если Алкевиат отринув вторую часть лжи Сократа, отринет и первую часть лжи Сократа, им нечего будет с Сократом делать. Сократ его не любит. Он не сможет добиться от Сократа желаемого. Поэтому Алкевиат обманывает сам себя. Признавая, что Сократ что-то знает, он в то же самое время продолжает думать, что Сократ меняется за красивыми мальчиками. И у него в голове злеет план. Вот какого я была своей красоте невероятного мнения. С такими-то мыслями я однажды и отпустил, провожатого, без которого я до той поры не встречался с Сократом и остался с ним глазу на глаз. Скажу уж вам, так и быть, всю правду, поэтому будьте внимательны, а ты, Сократ, если собру поправь меня. И Алкевиат напоминает, я говорю всю правду, мы сразу вспоминаем про апологию, когда Сократ начинает апологию с утверждением, что он скажет всю правду. Мы с вами апологию не читали, я могу лишь отослать вас к проблеме. Это суд. На суде не нужно говорить всю правду, только правду по поводу дела. Потому что вы можете начать говорить о том, что вы сегодня на завтрак. Это тоже будет вся правда. Итак, друзья, мы оказались наедине, и я ждала, что вот-вот он заговорит со мной так, как говорят без свидетелей, влюбленные с теми, в кого не влюблены. Итак, давайте будем считать, потому что на самом деле, точно так же, как после Диатимы на словах, после того, как философ Сократ привносит женщину в пир на словах, политика Алкевиат приносит женщину в пир по стоящему. Точно так же, как Сократ рассказывает нам про шесть ступеней лестницы Диатимы в теории, точно так же Алкевиат описывает их на практике. Ступень первая. Алкевиат отпускает своих сопровождающих. Это те самые лица, которые, как вы помните, о которых говорил Павсаний. Отцы представляют к сладким мальчикам, к своим сыновьям сопровождающих, чтобы сладкие мальчики, не дай бог, не отдались кому попало. Но Перикл представляет сопровождающих к своему названному сыну Алкевиаду, к своему подопечному Алкевиаду, чтобы его не соблазнили непонятные мужчины. Если Алкевиад отпускает этих повеленных, не значит ли, что он нарушает отцовский авторитет? Отец говорит, не делай этого, не кури за школой, а он говорит, отойдите, пожалуйста, мы с Сократом будем наедине. И радовался заранее. Но ничего подобного не случилось. Проведя со мной день в обычных беседах, он удалился. После этого я пригласил его поупражняться вместе в гимнастике и упражнялся с ним вместе, надеясь тут чего добиться. Вторая ступень лестницы детимы. Занятия в поле стоят гимнастикой, в смысле борьбой, происходят, в общем-то, в голом виде. Два мужчины, обмазавшись оливковым маслом, начинают друг друга обнимать. И упражнялся с ним вместе, надеясь тут чего-то добиться. И упражняясь, он часто боролся со мной, когда никого поблизости не было. И что же, на том все и кончилось. Ничего таким путем не достигнув, я решил пойти на него приступом и не отступать от начатого. Да, Алкевиат не понимает, чего на самом деле хочет Сократ, все еще не понимает. Поэтому продолжает воплощать свой план. А узнать, наконец, в чем тут дело. И вот я приглашаю его поужинать со мной, ну прямо как влюбленный, готовящий ловушку любимому. И вот Алкевиат и Сократ меняются местами, ровно как говорит Сократ Федрия. Любимый превращается во влюбленного. И это третья ступень. Алкевиат приглашает Сократа на ужин. Даже эту просьбу выполнил он не сразу, но в конце концов все-таки принял мое приглашение. Да. Значит, третья ступень. Алкевиат приглашает, но Сократ отказывается. Четвертая ступень. Когда он явился в первый раз, он после ужина пожелал уйти. Да. Четвертая ступень. Алкевиат приглашает его на ужин, Сократ соглашается, но уходит. И я, застеснявшись, тогда отпустил его. Получив его к себе во второй раз... Пятая ступень. Я после ужина болтал с ним до поздней ночи, а когда он собрался уходить, я сослался на поздний час и заставил его остаться. И, наконец, финал. Он лег на соседнее с моим ложе, на котором взлежал и во время обеда, и никто, кроме нас в комнате этой не спал. Все, что я сообщил до сих пор, можно смело рассказывать кому угодно, а вот дальнейшего вы не услышали бы от меня, если бы, во-первых, вино не было, как говорится, правдиво, причем не только с детьми, но и без них. А во-вторых, если бы мне казалось несправедливым замалчивать великолепный поступок Сократа, раз уж я взялся произнести ему похвальное слово. Да, как я испытываю сейчас тоже, что человек укушенный дюкой. Итак, три оправдания Алкивиада тому, что он сейчас расскажет в последнюю сцену. Он пьян, это справедливо, и ему больно. Он пьян, это делает его честным. То, что он это рассказывает, это проявление справедливости, потому что это похвальная речь, и, соответственно, он должен быть честным а-ля Сократ. И, наконец, он собирается отомстить Сократу, потому что ему больно. Вы помните разговор о мести? Говорят, что тот, с кем это случилось, рассказывает о своих ощущениях только тем, кто испытал тоже на себе, ибо только они способны понять его и прозить, чтобы он не надел и не наговорил о боли. И смотрите, как Алкивиад делает интересную штуку. Это суд над Сократом. Все присутствующие – это присядные слэш-судья. Ну, так устроен Афинский суд. Но Алкивиад уверен, что все присутствующие уже укушены Сократом. Или уже отравлены Сократом. То есть это суд, который не будет справедливым, потому что все судьи по умолчанию находятся на стороне подсудимого. Ну, я был укушен чувствительнее, чем кто бы то ни было, и при том самое чувствительное место – в сердце, в душу, называйте, как хотите. В смысле, в гордость, потому что самый красивый мальчик, за которым бегают все мужчины и девочки, не может получить какого-то уродливого старика. Укушенный ранен философскими речами, которые вхватываются в молодые и достаточно одаренные души сильнее, чем змея, и могут заставить делать и говорить все, что угодно. Это напоминает нам о словах Павсания, о том, что влюбленный может делать и говорить все, что угодно, лишь бы только заточить любимого в постели. С другой стороны, передо мной сейчас такие люди, как Федор, Гафон, Эриксимах, Павсаний, Арисадем, Аристофан и другие, не говоря уже о самом Сократе. Все вы одержимы философским неисовством. Да, мания. Все вы делите одно и то же безумие. В оригинале мания и бакхея. Бакхея – это то самое бакханское иступление, иступление бакха. И посмотрите, как интересно Аркевиад делает. Он описывает некий порядок, он перечисляет их в неком порядке. Сократ отдельно. Федор, Агафон, Эриксимах, Павсаний, Арисадем, Аристофан. Откуда он берет такой порядок? Это не прямой порядок и не обратный порядок. Это какой-то другой порядок. Если Аристофан идет рядом с Сократом, то мы можем сделать вывод, что те, кто ближе... Сократ стоит отдельно от всех. Да, но Аристофан все-таки уже последний. Да, Аристофан последний. Вы хотите... Постепенно укушен. Аристофан как раз самый неушен. Вот так, да? Федор, с которым только что говорил Сократ, предыдущий диалог был с Федором. Потом Агафон, который пришел сюда снять Сократ, буквально прямо здесь. И это было понятно Алкевиаду, потому что Сократа... Я снова попрошу вас сыграть в игру. Их же шесть тела, поэтому мы снова можем сыграть в игру. Два по три или три по два. Давайте начнем с два по три. Федор и Агафон объединены тем... У Федора проблема. Эрос поэты не произносит. И Агафон эту проблему решает. Поэт произносит Эрос. У Эликсимаха и Павсаня двойной Эрос. Это их объединяет. Что объединяет Аристодема и Аристофана, мы не знаем, потому что речи Аристодема нет. Хорошо, а давайте теперь сыграем в два-три. Федор, Агафон и Эликсимах. Павсаний, Аристодем и Алистофан. Что может объединять Федора, Агафона и Эликсимаха? Федор, не влюбленный, он любимый. Агафон, любимый. А Эликсимах? Не получается. Смотрите, хорошо. Павсаний, влюбленный. Аристодем, влюбленный. В смысле, влюбленный Сократа. Аристафан? Не получается. Хорошо. Есть ли у вас какие-нибудь версии? Что общего между этими тремя говорящими? Давайте вспомним, о чем они говорили. Федор говорил, что Эрос делает людей лучше, делает их родительными, то есть мужественными. А Агафон говорил, что Эрос самый классный бог, потому что он дает возможность порождать что-то новое. Созидание. Как новую жизнь, так и новое искусство. Аполлон, помните, там что-то придумывает, фест и так далее. Эликсимах говорил, что Эрос – это штука, способная управлять миром. В смысле, управляющим миром. В смысле, его искусство заключается в том, чтобы с помощью искусственного Эроса достигать здоровья. Что говорил Павсаний? Что делает Рос по Павсанию? Павсаний говорил, что Эрос со стороны влюбленного позволяет влюбленному лгать, обманывать и, собственно, завлекать любимому любыми средствами. Аристадем ничего не говорил, спасибо Аполлодору. Аристафан говорил, что Эрос – это лекарство от невероятной болезни. Но на самом деле он говорил, что Эрос – это результат нашей неполноценности. Эрос не лечит. Эрос – это не лекарство, Эрос – это симптом. Павсаний говорил, нам нужен новый обучий. И Аристафан отвечал, сейчас я буду вводить новые обучения. Но без Аристадема мы не понимаем, почему такое деление возможно. Может быть, они стоят в порядке возрастания лестницы, по лестнице лечения? А не по три, по два и два, по три. Если они стоят в порядке лестницы театимы, то мы должны будем сказать, что Аристафан открыл для себя идею красоты. Аристадем – это философ, Павсаний – это ученый, Эриксимах – это сторонник обычая, Агафон – это любитель душ, Афедор – это любитель тела. Не выходит. Может, мы просто скажем, что он пьяный, у нас все церковно не уйдет. Проблема не уйдет. Не уйдет, потому что он тут сказал, что вино, как говорится, правдиво. Потому что Платон все это написал, да? Мы понимаем, что Аукеат дефективен, в смысле неполноценен, в смысле он не философ. Но почему-то ему, как самому ближайшему последователю Сократа из присутствующих, кажется, что правильный порядок именно такой. Порядок, в котором они сидят – это случайный порядок. Тут только два проявления не случайного порядка. Когда Агафон приказывает Аристодему сесть рядом с Аликсимахом, и когда Агафон просит Сократа сесть рядом с ним, все остальное – это случайность. Хорошо. Вы все заражены, значит, философским и вакханским неистовством. Вы уже все больны, поэтому вы можете меня слушать. И сейчас он добавит кое-что. Ага. Ведь вы простите мне то, что я тогда сделал, и о чем сейчас расскажу. Что же касается слуг и всех прочих непосвященных невежд, то пусть они свои уши замкнут большими вратами. А Аукеат называет тех, кто должен продолжить слушать, тех, кто заражены философским безумием, а потом употребляет термин мистерий «непосвященные». А вы, непосвященные, заткните уши. Сократ профанирует мистерии, Аукеат напротив. Не профанирует мистерий. Он говорит, я буду говорить, но только для тех, кто уже внутри мистерии любви к Сократу. Все остальные должны перестать слушать меня. Итак. Итак. Когда стильник погас и слуги вышли, я решила не хитрить больше и сказать о своих намерениях без обиняков. Я напоминаю, это все еще рассказ о второй добродетели, о втором качестве Сократа, о втором свойстве Сократа. Ты спишь Сократ, спросил я, потрошив его. Нет, еще, отвечал он. Ты знаешь, что я задумал? Что же, спросил он. Мне кажется, отвечал я, что ты единственный достойный меня поклонник, и, по-моему, ты не решаешься заговорить об этом со мной. Что же до меня, то, на мой взгляд, было бы величайшей глупостью отказать тебе в этом. Я не отказал бы тебе, нуждаясь ты в моем имуществе или в моих друзьях. Для меня нет ничего важнее, чем достичь как можно большего совершенства. А тут, я думаю, мне никто не сумеет помочь лучше тебя. Помните, в «Лестнице диатимы» это же и был рассказ о том, как улучшать речи, улучшающие мальчиков. Алкириат уверен, что он сможет стать лучше, не если он переспит с Сократом, а если он, переспав с Сократом, заставит Сократа открыться вновь. Вот почему, откажи я такому человеку, я гораздо больше стыдился бы людей умных, чем стыдился бы глупой толпы, ему уступив. И Алкириат говорит, я готов обменяться, я бы дал тебе денег или я бы дал тебе власти, если бы ты попросил, и я, естественно, дам тебе немножко своего тела. И тогда... На это он ответил с обычным своим указом. И тогда Алкириат говорит, Сократ лжет. В чем Сократ лжет? Дорогой мой Алкириат, ты, видно, и в самом деле не глуп, если то, что ты сказал обо мне, правда, и во мне действительно скрыт какая-то сила, которая способна сделать тебя благороднее. То есть, если ты усмотрел во мне какую-то удивительную красоту, совершенно отличную от твоей миловидности. Так вот, если, увидев ее, ты стараешься вступить со мной в общение и обменять красоту на красоту, значит, ты хочешь почить куда большую, чем я. Выгодно приобрести настоящую красоту, ценой кажущуюся, и задумал поистине выменять медь на золото. Но приклядись ко мне получше, милейший, чтобы от тебя не укрылось мое ничтожество. Зрение рассудка становится острым тогда, когда глаза начинают уже терять свою зоркость, а тебе до этого еще далеко. Обмен, который предлагает Алкевиат, несправедлив. Это история о втором качестве Сократа, справедливости. Обмен несправедлив в обоих случаях, если Алкевиат прав, если Алкевиат не прав, в смысле, если мудрость Сократа ничего не стоит, то обменивая свою красоту на эту мудрость, он совершает несправедливый поступок. А если Алкевиат прав, то мудрость Сократа стоит гораздо больше, чем его красота. И Алкевиат предлагает совершить несправедливый поступок. В чем качество Сократа? У меня вопрос. Меня вот смутило и сбило с толку следующее предложение. Ну, приглядись ко мне получше, милейший, чтобы от тебя не укрылось мое ничтожество. Да. То есть сначала он ему говорит, что это несправедливый обмен, потому что я такой, а ты, а ты красота, не это ничто. И тут же он говорит, приглядись ко мне получше, я ничто. Не-не-не-не, так это же и есть двойная проблема. Если я действительно обладаю той мудростью, о которой ты думаешь, то обмен несправедлив. А если ты ошибся, и я не обладаю этой мудростью, я ничтожен, моя мудрость ничтожена, то обмен тоже несправедлив. Это понятно. Ну вот. Но он же не говорит, что «но если вот окажется троллят», то есть он как утвердительный говорит. Именно так и говорит. Но приглядись ко мне, милейший. Чтобы от тебя не укрылось мое ничтожество. То есть Сократ признает, что ты просто не видишь во мне что-то. В смысле видишь лишнее. Видишь лишнее. И не видишь ничтожество. Хорошо. Но если вы действительно так думаете, то у вас нет проблем со словами Алкивиада, что Сократ его обманывает. И он ответил мне с обычным своим лукавством. Это ложь. Причем, вы же понимаете, зачем нужна эта ложь? Чтобы Алкивиаду не было стыдно. В смысле, это хороший выход для Алкивиада сохранить лицо. Точно так же, как для Листадема был хороший выход пойти в сторону, когда Сократ говорит, ну тебя не пригласили. Я туда иду, но тебя не пригласили. Извини. На это я ответил ему. Ну что ж, я во всяком случае сказал то, что думал. А уж ты сам решай, как будет по-твоему лучше и мне, и тебе. Алкивиад вообще не думает о справедливости и несправедливости. Он будущий тиран. Его не интересуют такие вопросы. Он не боится, ровно как обещает нам Павсаний, обмануть или быть обманутым. Помните, Павсаний говорит, нет ничего страшного, если юноша будет обманут в своем стремлении к добродетели, потому что стремление это хорошее. Вот это сказал он правильно. И впредь мы будем сначала советоваться, а потом уже поступать так, как нам покажется лучше. И в этом деле, и во всех остальных. Ну вы видите шутку. А ты уж сам решай. Вот это правильно. Мы будем советоваться с тобой, мы с тобой, а решать буду я. Обменявшись синим такими речами, я вообразил, что мои слова ранили его не хуже стрел. Я встал и, не дав ему ничего сказать, накинул этот свой гематий. Дело было зимой. Лег под его потертый плащ и обеими руками, обняв этого поистине божественного, удивительного человека, пролежал так всю ночь. И на этот раз, Сократ, ты тоже не скажешь, что я лгу. Так вот, несмотря на все эти мои усилия, он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, презрительно смеялся над ней. А я-то думала, что оно хоть что-то это значит, судьи. Да, вы видите, это судьи. Все, это суд. Да-да, судьи Сократовой занощилости, ибо клянусь вам всеми богами и богими, проспав Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или со старшим братом. Сократ всех призывает. Им нет дела до людей, тогда зачем он на рыночной площади, зачем он всех убеждает в душе, истине и добродетели. И как всталкивает дает нам ответ? Из справедливости. Сократ обладает справедливостью, и справедливость заставляет его делать все эти вещи, которые, кажется, не нужно делать вообще. Точно так же, как Сократ не утверждает, не заявляет открыто, что он призывает всех людей из умеренности. В каком я был, по-вашему, после этого расположений духа, если, с одной стороны, я чувствовал себя обиженным, а с другой, восхищался характером, благоразумием и мужественным поведением этого человека, равного которому по силе ума и самооплоданию я никогда до сих пор и не чаял встретить? То есть, Алкевиад прошел все шесть ступеней, а это значит, Алкевиаду открылась идея прекрасного в реальности. В смысле, он увидел голову Сократа, но увидев голову Сократа, то есть приближившись к Сократу максимально, он ничего не узнал. Он не получил мудрости, на которую рассчитывал, но он говорит нам кое-что. Он, естественно, расстроился, но, с другой стороны, продолжил восхищаться его характером, плохо, его природой, его умеренностью, мужеством. Сила ума, это правильно, смотрите, природа, умеренность, мужество, сила ума превращается как бы в мудрость и самооплодание, это терпимость. Алкевиад описал нам умеренность и справедливость Сократа. Осталось описать мужество и мудрость, но вместо мужества и мудрость у нас получается сила ума и самообладание. Вместо мудрости – хроносис, вместо мужества – терпимость, способность терпеть невзгоды и боль. Алкевиад не достиг двух, не смог обнаружить две решающие добродетели Сократа. Они остались для них недоступными, но он смог обнаружить две другие добродетели. Мы точно знаем, что Алкевиад не может быть справедлив, потому что тиран по определению не справедлив. Но в то же самое время, если мы следуем Федору, то любимый находит свое отражение в глазах влюбленного. Любимый удваивается во влюбленном. Влюбленный видит в любимом только то, что на самом деле присутствует во влюбленном. Алкевиад не видит в Сократе мудрости и мужества, но он видит в Сократе умеренность и справедливость. Алкевиад – это тиран. Он по определению не справедлив, и он по определению не умерен. Как же он может увидеть в Сократе умеренность и справедливость? По поводу справедливости мы ничего не можем сказать. В смысле, только если справедливость – это соотношение естественной и общественной иерархии, и только если Алкевиад находится близко к вершине общественной иерархии, тот факт, что Алкевиад – тиран – это справедливый факт. И мы даже можем себе это представить, но как быть с умеренностью? Тут нам помогает Фукидид. Когда Алкевиад бежит в Персию к Тесоферну, он объясняет Тесоферну, что война между спартанцами и афинянами не должна закончиться, потому что если одна из этих сторон победит, она превратится в гигантскую империю, с которой Персия уже ничего не сможет сделать. Поэтому персы должны держать слабыми и тех других. Но в данный момент персы уже заключили союз со спартанцами, они уже снабжали спартанцев флотом и деньгами на содержание флота. И тогда Алкевиад совершает великую вещь. Фукидид 8.45.2. При этом он советовал Тесоферну сказать пелопонастцам, что афиняне с более давнего времени опытные в морском деле платят своим воинам по три амбола, и не столько по недостатку в средствах, сколько для того, чтобы от избыка в деньгах моряки не впали в излишество. Причем одни тратили бы жалование на то, что разрушает здоровье, и тем ослабляли бы свои силы, а другие бы покидали корабли, не оставив в виде залога неуплаченной им доли жалования. Алкевиад учит Тесоферна умеренности. Мы не должны платить им много, потому что если мы будем платить им много, их тела начнут разрушаться. Они начнут пить, начнут ходить по женщинам, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Неумеренный человек по определению учит Перса, персидского сатрапа, другого неумеренного человека по определению, умеренности. У нас осталось впереди два качества – сила ума и самообладание. Фроносис и способность к терпению, терпимость. Я не мог ни сердиться на него, ни отказаться от его общества, а способа привязать его к себе у меня не было. Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами еще невозможнее, чем ранить Аякса мечом. А когда я отпустил в ход то, на чем единственное надеялся поймать его, он скользнул от меня. Я был беспомощен и растерян, он покорил меня так, как никто никогда не покорял. Все это произошло еще до того, как нам довелось отправиться с ним в поход на Патидея. Да. Итак, мы переходим к военным действиям. Вы должны кое-что знать об этих военных действиях. Сократ лишь трижды участвовал в военных битвах. Это битва, собственно, осада Патидея, еще до начала войны. Патидею начали осуждать еще до того, как началась Пелопонезская война. Второе, Амфиполь и третье, Делий. Алкивиад молчит об Амфиполе. Сейчас я подожду объяснить вам, почему. Но он говорит об осаде Патидеи и о Делии. Все эти три сражения, они очень интересные, потому что осаде Патидеи, это частичное поражение. Патидеицы вышли за стены города, приняли бой и афиняне бежали. Именно там ранен Алкивиад. Сражение при Делии описывается фукидидом. Афиняне занимают храм Зевса и начинают укреплять, строить баррикады вокруг храма Зевса. Их противники нападают на них, побеждают их. И когда происходит время выдать убитых, противники афинян говорят, вы проиграли, потому что вы совершили нечестие. Невозможно нести оружие в храм, а вы укрепили храм Зевса. Это ваше наказание. И, наконец, битва при Амфиполе. Непонятно, какая именно битва при Амфиполе, но, скорее всего, я сейчас скажу, какая. Битва при Амфиполе, это битва, в которой погибают Брасит и Клеон. Это битва, знаменующая собой окончание первой половины войны, когда военные вожди обоих партий, ястребы обоих государств, Брасит со стороны Спарты, и Клеон со стороны Афинян, гибнут в одной и той же битве. Что интересно, эта битва, естественно, знаменует собой полнейший разгром афинского войска. Это полнейшее поражение ведомо Клеоном. Клеон – это демагог, заменяющий Перикла. Клеон – это более наглый, более жесткий, более честный демагог, чем Перикла. Клеон связан с победой афинян над спартанцами. И главное, что, когда Клеон умирает, на его место заступает Никий. И мир, который заключен после битвы при Амфиполе, это так называемый Никиев мир. Кто побеждает Никия? Алкивиат. Когда мир заключен, Алкивиат и Никий начинают спорить, стоит ли начинать войну за Сицилию. Собирается народное собрание, и они разносят свои речи. И Никий, пытаясь остановить афинян, говорит, мир, который мы заключили со спартанцами, паршивый мир, он рассыпется. И тем самым он говорит, Никиев мир – это паршивый мир. Алкивиат не упоминает Амфиполь не только потому, что его там не было, но еще и потому, что Амфиполь – это конец Клеона и начало строения власти Никии. Все три этих события – это поражение. Патидея – это частичное поражение. Крыло Афиня разбито, Алкивиат ранен, они отступают, но основные силы продолжают осаду, и они просто берут город из Мором. Затем это полное поражение при Амфиполе и полное поражение при Дели. Дело в том, что у нас есть диалог, который начинается сразу после возвращения Сократа из-под Патидея. Прожалуйста. Самого начала. Хармит-Сократ. Да, это диалог Хармит. Диалог Хармит – это не диалог с Хармидом, вы помните, кто такой Хармит. Диалог Хармит – это диалог с его дядей Критием, который почему-то не назван Критием. А диалог Критий – это не тот Критий, который является главой третий тиранов и ученик Сократа. Вернулся я вчера вечером из лагеря под Патидеей. И так как я долго отсутствовал, то с радостью пошел к привычным местам бесед. Зашел я также к палестру Посейдона от Таврия, что напротив царского храма, и застал там много народу. Некоторые из них были мне незнакомы, большинство же известны. И как только завидели они меня, неожиданно вошедшего, то чажи прямо издалека и со всех сторон стали меня приветствовать. А Херифонт с присущей ему восторженностью вырвавшись вперед, подбежал ко мне и, схватив за руку, воскликнул «Сократ, ну, как ты уцелел в митве?» Да, достаточно. Херифонт, ближайший соратник и ученик Сократа, как он изображен в облаках и как он изображен в апологии Сократа, подбегает к Сократу и спрашивает «Как ты вообще выжил?» Потому что такие, как Сократ, с точки зрения Херифонта, не выживают в этих. Херифонт – это брат Херикрата? Да, 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 да. Херифонт помешанный, да, да, да. Херифонт знает, что вообще такие, как Сократ, не выживают в битве под Патидеей, но Кивиат собирается писать нам битву под Патидеей и мужество Сократа. Все это произошло еще до того, как нам довелось отправиться с ним в поход на Патидею и вместе там столоваться. Начну с того, что выносливостью превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Зато, когда всего бывало вдоволь, он один был способен всем насладиться. До выпивки он не был охотник, но уже когда его принуждали пить, оставлял всех позади и, что самое удивительное, никто никогда не видел Сократа пьяным. Это, кстати сказать, наверное, и сейчас подтвердится. Да, смотрите, и, зная ксенофонта, мы можем сказать, что пошел список воздержанности Сократа. Голод, затем вино, в котором Сократ может быть воздержан, может быть не воздержан. Дальше. Точно так же и зимний холод, а зимний там жестокий, он переносил удивительно стойко. И однажды, когда стояла страшная стужа, и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя не весь сколько одежды, обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал. Иду легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними. Голод, вино, холод, босой ходит Эрос, в речи Агафона. Ну, довольна об этом. Послушай теперь, что он, дерзко решительный муж, в конец предпринял и исполнил. Сделал и претерпел буквально. Это Елена говорит об Одиссее. Во время того же похода. То есть, Алкивиад тоже думает, что Сократ и Одиссей это совпадающие персонажи. Главное, в этой ситуации, как вы понимаете, Алкивиад это Елена. Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте. И так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец, вечером, уже поужинав, некоторые ионицы, дело было летом, вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом. И будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода солнца, а потом, помолившись солнцу, ушел. Это же та история, с которой... Мы же уже читали эту историю. Да, потому что Сократ останавливается на входе в дом Агафона. А кто ее рассказывал, эту историю? Аполлодорс, Вашаристадеп. А сейчас это рассказывает Алгевиат. Аполлодорс, Вашаристадеп. А. Нет. Там ведь мы читали другую историю, что Сократ остановился в синях соседнего дома и отказывается идти вперед. И мы забежали сюда, чтобы я показал вам. Если это демон Сократа останавливает Сократа, то как Сократ может воевать? В смысле, вот сейчас отдается приказ, а Сократ не имеет места, потому что он не решил некоторых проблем. Дело было летом, и значит Сократ также легко переносит не только голод, холод и вино, но еще и жару. А заодно и труд, потому что стоять на одном месте очень долго тяжело. Чего нам не хватает? Сна и секса. Но Алкивят уже рассказал, что Сократу, в общем-то, все равно. Поэтому остается только сон. У ксенофонта, вы ведь помните, происходит то же самое. В списке воздержанности Сократа нет вина и сна. Почему нет вина? Понятно. И здесь это тоже указано. Ему все равно. А как насчет сна? Почему нет сна? Алкивят же говорит, когда я его ночью разбудил, ты не спишь. Он говорит, нет. Нет, нет, нет. Но они только легли. Да, но он всю ночь простоял. То есть он и без сна, в принципе, может. Любой человек, в принципе, может без сна. Речь не о том. Давайте мы по-другому. Когда Сократ в Апологии говорит о смерти, он говорит, есть два варианта. Либо смерть – это аид, и, значит, великие герои и судьи, либо смерть – это сон. В смысле, сон и смерть очень походят. Ты закрываешь глаза, ничего нет, и ты ничего не чувствуешь. И главное, в Апологии же Сократ говорит, что он как овод приставленной к ленивой лошади. Помните, да? А потом он говорит, я бужу вас, потому что вы все время норовите заснуть. Сон – это невыносимое состояние. Сон для Сократа – это сон разума. Не работает разум. Когда вы не едите, когда вы пьете, но не пьянеете, когда вы трудитесь, когда вы приносите жару и холод, когда вы занимаетесь сексом, вы все еще можете думать о чем-то. Но когда вы спите, думать нельзя. Хорошо. А хотите знать, каков он в бою? Итак, вместо мужества мы вдруг получаем рассказ о терпимости, о воздержанности Сократа. Сократ ходит босиком по земле, Сократ терпит холод, Сократ терпит жару и так далее, и так далее. И вот теперь происходит бой, и мы думаем, ну, наверное, вот теперь он расскажет нам про мужество. Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня никто иной, как Сократ. Не захотев бросить меня раненого, он вынес поле боя и мое оружие, и меня самого. И я тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе. Тут ты не можешь не упрекнуть меня, не сказать, что я лгу, но они, считаясь моим высоким положением, хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильнее, чем они, развал за то, чтобы наградили меня, а не тебя. В чем же заключается мужество Сократа с точки зрения Алкевиада? То есть, правильно я понимаю, Сократа в воене с боя, потом еще говорит, медаль на алкевиаду. Нет, медаль на алкевиаду. А ты еще сильнее, чем все начальники, развал за то, чтобы они наградили меня. А, все, я понимаю, из алкевиада. Да, 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 да. Но если спас с поля боя, значит, предыдущая кончность, значит, он сбежал и против Алкевиада. Не, 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 они же бежали, то есть, они уже все бежали. То есть, все уже было кончено. Он вынес меня и себя самого. И тогда я потребовал, чтобы они присудили тебе награду, а ты еще сильнее, чем они, радовался за то, чтобы наградили меня, а не тебя. Алкевиад описывает это как мужественный поступок. У этого мужественного поступка вы можете сказать две части. Часть первая. Сократ вынес алкевиада с поля боя. Ну, случится хорошо. Они, правда, отступают. Это как бы бегство. Ну, допустим. Но часть вторая. Что это за мужество? Что за мужество скрывается за требованием награды для алкевиада, а не для себя самого? Справедливый алкевиад считает, я же говорил вам, что справедливость есть в нем. Справедливый алкевиад считает, что справедливо наградить Сократ, потому что Сократ совершил некий справедливый поступок. А Сократ говорит, что нет. Награждать нужно алкевиада. Он сражался и был сражен реальным. А Сократ так, что даже вообще кому-то подсказать. Поэтому награждаться для того, кто точно сражался. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда будем двигаться дальше. У нас есть ответ. Александр Николаевич, Интересно, почему вы так проинтерпретировали вопрос Хармиды о том, как ты выжил в бою Сократа? Херифонта. Ой, Херифонт. Так же все мужчины друг к другу говорят во время боя, как удалось, почему это означает, что он был там... Смотрите, он не спрашивает, как выжил. Он его спрашивает, так ты выжил? В смысле, на тот момент, до войны, нет никого ближе к Сократу, чем Херифонт, потому что облака. И Херифонт еще жив. Хотя он демократ. Ну, это обвинение, но не страшно. Хотя он сумасшедший. Херифонт помешанный. Но! Нет никого ближе, чем Херифонт. В смысле, Херифонт знает Сократа лучше всех остальных. Помните, Дельфийский оракул это ведь тоже затея Херифонта. Он пошел к Дельфам и спросил, если кто мудрее Сократа. И Херифонт точно не верит, судя по его удивлению. То есть все остальные приветствуют его, помните, он ведь говорит, все остальные радуются, завидев меня. И только Херифонт подбегает, берет меня за руку и говорит, о! Ну, может быть, это не потому, что он не мужественен и не потому, что он не может воевать, а потому, что он знает, что он может остановиться, задуматься. Нет, ну там же все узнали Сократа. Давайте по-другому. В списке добродетелей Сократа, который дважды перечисляет Ксенофонт Моробилии, нет мужества. Из государства мы знаем, что мужество и мудрость это противонаправленные добродетели. Если вы мужественные, то вы не мудрые. Если вы мудрые, то вы не мужественные. Отсюда же и два сословия стражей и философы. Стражи мужественные, философы мудрые, и они пересекаются по большому счету. Особенно, что я посмотрела посмотреть на Сократа, друзья, когда наше войско, обративсь в бегство, отступало от Дели. Я был тогда в коннице, а он в тяжелой пехоте. Он ходил вместе с лохетом, когда наши уже разбрелись. И вот я встречаю обоих их и едва их заедев, призываю их не падать духом и говорю. Сейчас, и говорю. И говорю, что не брошу их. Разбрелись это, конечно, когда наши уже бежали. Лохет, как вы помните, имеет свой собственный диалог. И в начале этого диалога Лохет тоже вспоминает эту битву и тоже превозносит Сократа. Лохет, как вы помните, стратег, афинский стратег, который, в общем-то, закончил свою жизнь не очень, не очень хорошо. В лучшей битве спартанцев его просто убили. И все. Мужество Сократа первое. Сократ мужественный, потому что, совершив некий поступок, Сократ отказывается от награды и требует ее от алкивиады. Алкивиад думает, что нужно мужество для того, чтобы требовать награды для алкивиада. Второй мужественный поступок сейчас будет объяснен. Но главное, смотрите, алкивиад на коне, а они пешком. И алкивиад им машет ручки издалека и говорит, что не бросит их. Вот это Сократа показал мне себя с еще лучшей стороны, чем в Патидее. Сам я был в меньшей опасности, потому что ехал верхом. Насколько прежде всего было у него больше самообладания, чем у Лахета. Кроме того, мне показалось, что и там, так же, как здесь, он шагал, говоря, твоими Аристофан словами, чинно глядят то лево, то вправо. Это прямо строчек из облаков. То есть, спокойно посматривал на друзей, на врагов, так, чтобы же издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя. И поэтому оба они благополучно завершили отход. Да, а теперь смотрите, мужество Сократа, вот это вот самобладание, о котором здесь говорит алкивиад, это на самом деле эмфрон, рациональность. В чем заключается рациональность отступающих? В том, чтобы не бежать, обнажив спину. В том, чтобы не бросать щит и копье. Потому что, естественно, колят в спину и колят безоружных. Поэтому Сократ не мужественный, он расчетливый, он знает, что лучше не бежать, бросив все, а потихонечку отходить, чинно глядя то вправо, то влево и потрясать копьем. То есть, даже мужество Сократа, никакое не мужество Сократа, алкивиад не способен распознать мужество. И главное, затем он добавляет цитату из облаков. Эта цитата стоит в контексте. Во-первых, облака только что поставили Сократа выше Продика. А во-вторых, сразу после этого, в следующей реплике Сократ говорит, что богов нет. Если Аристофан прав в этом, в этой чинности, может быть, он прав и во всем остальном? Хорошо. Еще у меня вопрос, почему он думает, что он шел не мужественно, а рационально, они безразличны. Это не рациональность, а просто безразличность. Не-не-не, это стопроцентная рациональность, потому что, смотрите, во-первых, эмфрон, вместо самообладания, это буквально рациональность. А во-вторых, это же объяснение. Помните, у Ксенофонта в лакедемонской политеи, мужество всегда легче и приятнее, чем не мужество, потому что убивают, когда ты бежишь. Шанс умереть, когда ты сажаешься, меньше, чем шанс умереть, когда ты бежишь. Поэтому легче быть мужественным, чем не мужественным. То же самое и здесь. Он знает, что если он побежит, бросив копье и щит, шанс умереть выше, чем если он будет продолжать не бежать, а медленно идти. Помните, наверное, вы видели в своей жизни пару таких моментов, когда, например, собака бежит за тем, кто бежит от собаки. Если собака бежит на вас, и вы побежали, она побежит дальше. Но если вы стоите, она не дернется, она остановится. Вот здесь то же самое. То есть если вы знаете, что шанс умереть, если вы все бросите, побежите выше, чем шанс умереть, если вы будете медленно идти, закрывая щитом и держа в руке копьем, то выбор в пользу второго это 100% рациональный выбор. Тут нет ни безвеличия, ни мужества. Ведь тех, кто так себя держит, на войне обычно не трогают, преследуют тех, кто бежит без оглядки. И Алкивиан говорит, а вот я же тоже знаю, что это абсолютно рациональный выбор. В чем заключается мужество? Мужество заключается в том, чтобы стоять против врага вооруженным. Мужество заключается в сражении. Мужество заключается в получении ударов и нанесении ударов. Алкевиат говорит про сражение, но он ни разу не говорит про сражение, он говорит про двобегство. Мы отступали в первый раз, и он меня спас, вытащил. Мы отступали в второй раз, и я машу ему ручкой с коня, типа, хе-хе, я вас не брошу там. Держитесь там, как теперь принято говорить. Мы ни разу не видим Сократа сражающимся. Этого просто нет. Сократ не может сражаться. Он может ходить чинно с копьем, но мать этим копьем он не может. В похвальном слове Сократа можно назвать и много других удивительных его качеств. Итак, мужество Сократа мы прошли. Мы прошли терпимость Сократа, ну, помните, я говорил воздержанность в случае Ксенофонта, но у Ксенофонта это была энкратая, а у Алкевиата это картерия, терпимость буквально. Так давайте подытожим, у нас первая миренность. Затем справедливость. Затем, по идее, должно следовать мужество и мудрость. Но вместо описания мужества и мудрости Алкевиат описывает терпимость и рациональность. Как он обещает прямо в самом начале своей речи, смотрите, он говорит силу ума и самообладание, фронесис и терпимость. Собственно, фронесис это его расчетливость, а терпимость это способность так. Но мы можем проигнорировать одно из этих качеств и сказать, ну, фронесис, ну, так о себе, в общем-то, или даже проигнорировать терпимость. У нас останется мудрость. В любом случае должна быть мудрость. Но вместо мудрости Алкевиат начинает рассказывать об атопиан, о типичности Сократа. Он ведь, помните, уже говорил в самом начале, что Сократ атипичный человек. В буквальном слове Сократу можно назвать и много других удивительных его качеств. Но иное можно, вероятно, сказать и о ком-либо другом. А вот то, что он не похож ни на кого из людей, древних или на здравствующих, это самое поразительное. Да. И тут момент. Как вы помните, Агафон предал идею Золотого века. И Агафон это, типа, будущий ученик. Но действующий ученик не предает идею Золотого века. Сахилов, например, можно сопоставить Бросида и других, с Периклом, Нестора и Антинора. Да и другие найдутся. И всех прочих тоже можно таким же образом с кем-то сравнить. Вообще-то, когда мы сравниваем кого-то с кем-то, мы обычно сравниваем современников с древними. Он как Петр Первый, он как Иван Грозный, он как Сталин. А у Кевиад поступает ровно наоборот. Он древних героев сравнивает с современниками. Бросида с Ахиллом, Нестора с Периклом и так далее. Иными словами, у Кевиад поступает так, будто бы он живет в Золотом веке прошлого. А настоящее для него – это слава и век прошлого. То есть, будто Золотой век – это его век, а прошлое – это слабый век. А Кевиад находится в Золотом веке героев. Его современник – это не Перикл и не Бросит. Его современник – это Ахилл и Нестор. А Сократ и в повадке своей, и в речах настолько своеобычен, что среди древних, ни среди неживущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него. Да. Ахилл и Нестор. Золотой Бог и заканчивает тем же. В самом деле, если послушаешь Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными. Они обличены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца сатир. Да, гюбрис, да, опять же. Сократ – это не Марсий. Сократ – это нечто, одетая в шкуру Марсия. Шкуру, которую сняла Надол Аполлон. Сократ только притворяется сатиром. Сократ только притворяется обладающим гюбрисом. Никаким гюбрисом он не обладает. За внешним гюбрисом стоит добродетель. Именно поэтому все, что говорит Сократ – это ложь. Потому что все, что говорит Сократ – это внешнее. Подлинное скрыто внутри. И об этом он не говорит. Помните, о чем открыто говорит Сократ в начале своей речи, которую превращает в диалог с дядей Мой? Что он скажет только о красивых частях Эроса. И не будет говорить об уродливых частях Эроса. Если все, что Сократ говорит – это внешнее, а внутреннее – это то, что подлинное, это то, что он скрывает, то подлинная часть Эроса – это не внешняя его часть, а внутренняя его часть. Подлинная часть Эроса – это уродливая его часть. И она остается скрытой. Сократ намеренно не говорит об этом. Мы говорили с вами, что самым базовым уродливым проявлением Эроса, как мы помним, является инцест. Инцест – это ведь проявление любви к красивому телу. А как насчет проявления любви к красивой душе? А как насчет проявления любви к красивому обычаю? А к красивой науке? А к философии? А к идее красоты? Что уродливого может быть в этих видах Эроса, если мы знаем, что уродливая в первом виде Эроса называется инцест? Хорошо. На языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики. И кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же. И поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи насмерть. Да. И тут есть интересный момент, замеченный интересными людьми. Когда в начале экономики Сократ обсуждает строителя и ремесленника, когда в государстве они обсуждают врача, капитана корабля или там рулевого корабля и так далее. Когда Критий вызывает Сократа к себе у Ксенофонта, сторонник Критий один из 30 тиранов говорит, прекрати говорить обо всех этих самых строителях или ремесленниках, прекрати о них говорить. И алкивиат это все повторяет. Кузнецы, сапожники, дубильщики. Но тут появляются вьючные ослы. И вьючные ослы это очень специфическое слово. Конфелуис. Этого слова мы нигде у Платона не найдем. Но мы найдем его в Киропедии Ксенофонта. Киропедия 7, 5, 11. Когда Кир осаждает Верлон, это слово, изгибаются как вьючные ослы, применяется к пальмам, которые изгибают для того, чтобы стрелять с помощью согнутого дерева камнями в стену города. Это слово военное, это слово политическое. И алкивиат говорит, все это кажется смешим. Каждый недалекий и неопытный человек готов поднять его на смех. Политика и общественная жизнь в речах Сократа выглядят абсолютно смешными. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они содержательны, а потом, что речь идет божественная. Точно так же, как в самом начале и в самой середине, алкивиат снова повторяет свой тезис. Сократ скрыт. И мы снова вспоминаем, если Сократ скрыт, и алкивиат однажды увидел его открытым, как это случилось? Ведь явно же алкивиат не мог его вскрыть. Явно же Сократ открылся ему сам. При каких обстоятельствах? И почему один раз открывшись, он после этого навсегда закрылся? Что они дают в себе множество извояний добродетели и касаются множества вопросов. Конечно же, не извояний добродетели, а образов добродетели. И мы сразу возвращаемся назад. По этой политике рождают огромное количество разнообразных добродетелей. Идея красоты всегда скрывается за образом красоты. Подлинный добродетель всегда скрывается за образом добродетели. Алкивиат только что описал четыре добродетеля Сократа, а потом говорит, все эти добродетели, которые я описал, Умеренность, справедливость, картерия, да, терпимость и псевдомужество, рациональность. На самом деле только образы добродетелей, за ними скрываются настоящие добродетели. Терпимость и рациональность это такие же лживые добродетели, как справедливость и умеренность. В смысле терпимость и рациональность это только образы добродетелей, как справедливость и умеренность, это не сами добродетели. И я напоминаю вам, что из первой книги «Государство» можем вывести простой вывод. Справедливость и умеренность это условные добродетели, политические добродетели, не настоящие добродетели. Настоящие добродетели, мужество и мудрость, безусловные добродетели. Они естественные, не искусственные. И Алкевиат подтверждает нам этот вывод. Это не добродетели, это только образы добродетелей. Алкевиат никогда не открыл настоящих добродетелей Сократа. Кроме, опять же, одного раза, когда Сократ открыл их сам. Что это за раз? Я говорил вам в самом начале, что протагоры Алкевиат 1, Алкевиат 2 и Гир формируют одну нарративную линию Сократа и Алкевиат. И если Алкевиат в Пире говорит, что он однажды увидел это, значит где-то в Алкевиаде 2, Алкевиаде 1 или протагоре это и было показано. Хорошо, давайте прервемся, а потом вернемся и дочитаем.